Ну это издевательство, как мы готовимся. Мы пришли, собрались у них опять на перенесло города. Собрались, пришли, я не знаю, чем они питались, что они ели, как они готовились. Собрались, пришли, вышли, там половина ползает, половина еще. Где концентрация их не, там при этих стандартах тоже пропустили первый гол. Примерно с таким настроением футбольный клуб «Луч энергия» подошел к концовке текущего сезона. Пережив несколько финансовых скандалов, потерю наставника и различные судебные решения, команде все-таки удалось довести дело до конца. Только вот на финишной прямой проблем не убавилось. После этаких итогов, подведенных после матча с Хабаровским СКА, Константин Емельянов был отправлен в отставку. Его место и формально роль спасителя желто-синих занял Александр Ушахин. Специалист до этого уже работал с приморским клубом, однако назначение на такую должность, да еще и под конец сезона, стало настоящим сюрпризом. Честно говоря, не ждал. Я работал с дублирующим составом в течение двух лет. В данный момент, когда поступил звонок, находился в Костроме с 2001 годом на финале России, помогал тренеру непосредственно, кто этим возрастом руководит. Ну и как бы сразу согласился что-то раздумывать. Рискнул. Ушахина буквально бросили на амбразуру. Ситуация непростая. За всю весеннюю часть чемпионата, то есть с марта по май, Луч ни разу не одержал победу. 9 матчей из 13 закончились для желто-синих ничейным результатом. Госпожа удача, как отметили сами футболисты, определенно была не на их стороне. Чуть-чуть мы прогневили футбольного бога. Все вместе. Футболисты и вокруг кто работает. Ну, тяжелый сезон очень. Со всех сторон много трудностей. Вот. И нельзя его назвать удачным. Нехватка очков опустила команду на 13-ю строчку. И судя по таблице, в последнем матче сезона с Мордовией решится судьба приморцев. Останутся тигры в ФНЛ или нет. Напомню, что для спасения команде нужно не упасть ниже 15-й позиции. Первый раз на моей карьере, при моей работе, что 7 команд борются за выживание. Такого не было никогда. Как-то уже определялось, отрывы какие-то были. Ну, там одна-две команды, а здесь 7. Ну, последний тур будет играться в одно время. Все в равных условиях. Кто-то на выезде, кто-то дома. Мяч круглый, поле одинаковое. Все зависит от футболистов. Еще одной потерей, с которой придется смириться лучу в концовке чемпионата, стал Алексей Грицаенко. Местный воспитанник, а посему и любимчик фанатов, даже удостоился настоящих проводов в его будущий клуб «Краснодар». Луч навсегда! Луч навсегда! Луч навсегда! И до самого конца! Луч навсегда! Луч навсегда! Владивосток, в принципе, я не покидаю. У меня остается тут семья, близкие все, друзья. А если брать команду «Луч Владивосток», то надо идти дальше. Я благодарен. Эта команда меня воспитала с самого детства. Это моя первая команда. И, в общем, я ей благодарен. Последнюю игру чемпионата приморцы проведут на выезде. Матч в гостях у Саранской Мордовии пройдет 20 мая. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.